Позавтракать? Глазунья, тосты... Ой, у меня закучились яйца. Ха-ха! Сосиски подойдут? Не, ну ты вообще... Ты что спрашиваешь у девушки? У приличной. Сосиска подойдет? Конечно сосиска подойдет. Нафиг мне твои яйца. Давай сосиску сразу. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Блуд Линес. Сегодня мы дальше проходим нашу любовь в глубоком космосе. Я извиняюсь, что долго серия выходила, так как у нас и стримы выходили, и что только не выходило. То одно, то другое, то пятое-десятое. И у нас день рождения Зейна, и мы остановились на истории, в которой мы должны разобраться, что с нашим сердцем. Что там за мутки, и за мутки происходят у нас вообще. Вот. Мы отправились в снежную локацию, вообще офигенную, с доктором Зейном, конечно же. И резко я прервал, и я понял, что я даже не записал концовку, где я должен попрощаться с вами. Это, блин, тоже немножко такой мой косяк. Это уже вторая серия, где я не прощаюсь. Но в этой серии попрощаюсь, постараюсь. Вот. Короче, мы на середине истории практически остановились, и потом вот это день рождения, на которое я потратил дохрена времени и тому подобное. Но ничего страшного. Серия, я обещаю серию, чтобы одна в неделю хотя бы была. И в принципе по часу, то как вы успеваете смотреть, я вижу, что некоторые просто не успевают походу смотреть, или слишком длинное, не знаю, не смотрят. В итоге, в любом случае, одна серия в неделю я буду стараться записать, потому что у меня там еще заказы и всякое такое. Так, серия, история, эфирное ядро называется. Вот. Ну, как вам рыба? Ее немного... Ее немного, но я наловил сам ее, да. Сейчас я потише, чуть-чуть сделаю, что-то очень громко. Опять разговоры дико громкие. Разговоры дико громкие, а музыка тихая. Так вот, это к этому доктору Ноах мы пришли, или как его там звали? Ньох. Ага. Так, ладно, рыбка. И рыбку съесть, как говорится, и на зейна сесть на лицо. Ой. Я впервые ем такую сладкую рыбу. У нее необычный вкус. Доктор Ноэй очень стар, поэтому его вкусовые рецепторы уже не работают. Опять ты присаживаешься ко мне, да? Он так сказал мне перед ним. Он такой думает, что ты вообще при мне разговариваешь? После ужина мы вместе сидели перед камином. Наевшись досыта, пирожок спал между мной и зейном. Так. А, подожди, я нажимаю. А почему текст не проходит? Так, доктор Ноэй надел очки и начал изучать документы, которые я принесла. Итак, твоя бабушка рассказала тебе обо всем, да? Короче, мы, как вы помните, нашли документы, которые в которых было написано, что у нас там что-то с сердцем. Он сейчас все расскажет, я думаю, да? Куда нажимать? Я не пойму. Я уже 500 раз нажимаю. Все это она мне оставила. Все, что она мне оставила, это коробка с документами. Об остальном я могу только догадываться. Действительно ли протеядро в моем сердце является эфирным ядом? Так, это я уже чуть дальше пошел. Че он так медленный? Вот. Да. Вот сюда, походу, надо нажимать. Я не понимаю. И было ли оно туда помещено специально? Не знаю, почему и как это случилось. Что касается протеядра, даже самое простое хирургическое вмешательство может оставить после себя следы. Так, вот, наверх надо нажимать, походу. Доктор, но выжидающий, смотрел на меня. Если и строить предположение, то, возможно, это твоя врожденная сила? Типа, Ивол, что ли? Как это возможно? За каждым научным заключением стоит бесчисленное множество гипотез, скажущихся невозможными. До появления Ивола никто и не подозревал, что можно владеть силой природы. Так, и мы говорим теперь, но у всех экспериментов есть цель. Что может доказать эфирное ядро в моем сердце? А что он, что он может доказать? Хм, старик с ухо размеялся, покачал головой. Кстати, серьезно, тут очень плохой перевод с китайского, и можно было бы покруче сделать перевод, но они его в некоторых моментах сделали, я пересматривал потом видос, но я просто не говорил, но в некоторых моментах реально какая-то фигня происходит в переводе. И, кстати, когда я проходил опрос, я просто зашел в вопросы этой игры, она прям, ну, можно в игре прям найти его и там подобное, и там спрашивают, как вам перевод, типа, на английский, как, как, хорошо или нет? Ну и в некоторых местах он сделан ужаснейше просто, потому что в некоторых местах можно было получше сделать, хотя бы попонятней. Я просто перевожу уже ни одну игру с английского, даже с переводчиками там, там так легко понять, что происходит, но в этой игре порой и так запутанный сюжет, так еще и сверху непонятно как-то написано по-тупому. Как ты думаешь, почему люди хотят проникнуть вот, в туннель дальнего космоса, ну, типа, в глубокий этот туннель? Некоторые вещи привлекательны уже сами своим существованием. Ну, короче, намек на то, что, может быть, мы тоже, может быть, мы что-то из, у нас есть от странника, да, типа, может, мы сами странник. Так, разгадать неизвестное, это, мм, сама цель. Некоторые люди готовы на все ради достижения своих целей, так что никому не рассказывай о своем эфирном ядре, эфирном ядре. У каждого какая-то, короче, есть, посмотрите, как она называется, тайна. Вот я еще никому не рассказывала. Бабушка, типа, знала, да? Я попыталась подавить боли в своем сердце и взять себя в руки. Человек ответственный за это рано или поздно найдет меня, поэтому я должна знать, почему эфирное ядро такое особенное. Так, ой, я немножко спешу, вот, и она говорит, вот это. Вы сказали, что есть люди, то есть, ну, это, да, мы не дочитали. Вот вы сказали, что есть люди, которые готовы на все ради достижения своих целей, но кто именно? И вот доктор Ной говорит, изначальный эфир это догадка философов. Так сказать, пятый элемент. Никто не может доказать или опровергнуть его существование. Возможно, да, вот. Возможно, именно по этой причине твоя бабушка назвала его именно так. Таинственная энергия, превосходящая другие протеядра. Любой, кто узнает об этом, захочет эту силу. Вырвать нам сердце нахер. Кстати, а ведь этот Ксавьер искал такое, походу, протеядро, как наше сердце, да? И любой, у кого она есть, заплатит за это свою цену. Ну, сердце это. Эфирное ядро находилось в центре сложной паутины. То, что случилось с моей семьей, всего лишь одна из ее нитей, словно почувствовав мои мысли, доктор Ной успокаивающе похлопал меня по плечу. Не... Да, вот. Не беспокойся об этом, слишком сильно. Они не смогут найти тебя в ближайшее время. Энергия в твоем сердце сейчас намного слабее, чем показывали экспериментальные данные. Возможно, в ходе последнего эксперимента произошел несчастный случай, который уменьшил мощность эфирного ядра. Да, несчастный случай. Это случайно не тогда, когда на нас напали, уменьшил мощность? Я просто предполагаю. Это выходит за рамки моей компетенции. А кто еще знает об этих экспериментах? Чтобы лучше понять состояние вашего сердца, я также попытался связаться с некоторыми исследователями. Ну, большинство из них либо уже мертвы, либо исчезли. Сейчас будет трудно... Ой, извиняюсь. Сейчас будет... Да. Либо кто-то умер, либо исчез. Сейчас будет трудно найти кого-либо из них. Ах, точно. Твоя бабушка упоминала, что один из них сбежал в зону N109. Вот, он присоединился к Анихинусу. Вот мне интересно, к Анихинусу присоединился случайно не Сайлус наш, Анихинус? Это вот эта корпорация. Было неожиданно услышать от них... Услышать о них от этого доктора. Но почему думать о... Ну, если подумать, в этом и был смысл. Ну, был смысл. Скоро после этого исследователи начали умирать и исчезать. Короче, какое-то это эфирное ядро, что даже серьезное. И я не удивлюсь, если Сайлус тоже захочет наше сердце и там подобное. Я знал, что бабушка занималась научными исследованиями, но она никогда не упоминала, что именно она исследовала. А в нашем доме не было никаких намеков на прошлое. Тут Ирной... Или Ноя? У меня последний... Вопрос о бабушке. Это она поместила эфирное ядро в мое сердце. Я не знаю. Я мало что знаю о твоей бабушке. Но послушай, мне всем везет с самого начала поступать правильно. Мы можем только надеяться, что у нас есть выбор не превратить это в сожаление. Ну, у нас есть только выбор не сожалеть потом о том, что мы сделали, да? Доктор, ну и сложил все файлы обратно в коробку и отдал ее мне. Так. Может быть, это и есть тот выбор, который она сделала. Короче, я так скажу, мне кажется, тут сюжет будет не то, что большой, тут будет огроменный, просто мега-огроменный сюжет. И я скажу, что... Я не знаю, как я буду... Там говорят, многие из вас написали, что типа смысл в анекдотах. Ну, в анекдотах, вот этих историях, походу, мелких и там подобное. Я не знаю, на самом деле, как я их буду переводить. Буду ли я их вообще переводить? Так, идем дальше. Снежное спокойствие. Мне вообще сюжет интересен. А там, если хотите, дополняйте как-то, только без спойлеров. Без спойлеров, как-то постарайтесь. Ночную тишину прерывало только приглушенное потрескивание камином. Поворочившись в постели и так не уснув, я решила посидеть в гостиной опять, просмотреть документы, оставленные бабушкой. Эфирное ядро, энергия несравнимая с другими протоядрами. Бабушка знала, что люди, связанные с эфирными ядрами, могут стать мишенями. Поэтому она так долго держала меня в неведении. И что же мне теперь делать? Поток моих мыслей прервал сток в окно. Повернувшись, я увидела стоящего снаружи Зейна с тонким слоем снега на волосах. Так. Полярное сияние. Эуэра. Ауэра. А ну, действительно, это и ночью будет? Прогноз погоды предсказывал сильный снегопад и облачность, а показатели геомагнитной активности низок. Вряд ли мы увидим его. Да почему же ты? Что поездка в Заполярье стоила того? Полярное сияние просто необходимо увидеть, да? Смотри, снегопад закончился. Только в самом конце кто узнает, наступил ли переломный момент. Ну, типа мы только в конце узнаем. В самом конце бабушка и эти исследователи, они... Ну, мы сейчас сто процентов ее увидим, да? Пошла романтика же. Но есть люди, которые упорствуют до самого конца, чтобы в итоге потерпеть поражение. Типа о себе говорит? Я говорю о полярном сиянии. Я тоже. А что там так? А что вон там вот? Немножко поспешил. Гора Вечности. О, я помню. Несколько лет назад там была аномальная протополия. Немножко я спешу. Так. Доктор Ноэ вот решил здесь жить, в Заполярье, для вашего исследовательского проекта, верно? Не только. Мой друг пожертвовал собой во время той аномалии. Вот как... Прости. Не жаль. Почему ты извиняешься? Была ли в ее смерти какая-то тайна? Это был просто несчастный случай. Это уже в прошлом. Как ты считаешь, время действительно лечит? Нет, это невозможно. Время не может исцелить, и никто не может просто забыть боль. Однако люди могут привыкнуть к горе. Но время помогло тебе и доктору Нону найти ее ради чего тут жить, не так ли? И вот оно, полярное сияние, как я и сказал. Ты был прав, полярное сияние не понимало, чтобы путешествие за Полярье... Ну, чтобы путешествие за Полярье было стоящим, стоило того. Жаль, что насладиться им можно всего лишь в несколько мгновений. Если тебе от этого грустно, возьми это. Он поможет тебе насладиться полярным сиянием в любое время, независимо от того, где ты находишься. Снеговичок. Этот снеговичок должен быть мной? Ты собираешься остаться в Сноу-Крэйсте еще ненадолго? Да. Так. Так, это я ему даю, да? Что ж, тогда оставлю это его тебе. Будет ли он напоминать тебе обо мне? Нет. Когда я подумаю о тебе, я просто позвоню тебе, чтобы дать мне еще врачебных указаний. Ты преданному своему делу врач. Когда вернешься домой, ты, вероятно, будешь очень занята. Да, занята изучением секретов эфирного ядра Ионихинуса. Давай надеяться, что мы оба сможем найти истину, к которой стремимся. То есть, короче, другими словами, мы уедем отсюда, а он тут останется. И сейчас мы на другого на кого-то выйдем, да, 100%? По поводу звонков, вы не представляете, сколько звонков у меня от них. Это просто ужас. И я их даже не перевожу, потому что у меня просто нет времени. Я пытаюсь то одно записать, то другое записать. Месседж, вот, то же самое сообщение нам дали. Я его читать не буду, потому что, я же говорю, там миллион. Там можно в этой игре погрянуть просто. Если выполнять задания, вот эти вот мелкие задания. Потом, если читать эти, это вот просто часов на 5, на 6, вот, серьезно. Так, заснеженная гора. Если раскачивать персонажей, если то, если это, это ужас просто. Я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я попрощалась с Зейном, как только мы вернулись в гостиную. Полярное сидение, кажется, действительно успокоило меня. Однако, усталость брала верх. Подожди. Так. Он поднял документы, разбросанные на диване, быстро перевел их в порядок и протянул мне. Держи, эти документы содержат информацию об энергии в твоем сердце и ее связи с эфирным ядром. Если они просочатся, то ты станешь следующей целью Анихинуса. Мне кажется, Анихинус и так знает про нас. Ну, или узнает потом. Будут у нас документы или не будут, это, мне кажется, вообще бесполезно. Так. Я... Я... Сейчас. Я знаю. Но зачем им убивать исследователей, которые работали с Зейном? Эфирным ядром. Эфирным. Они хотят сохранить это существо... Его существование в секрете? Возможно, они не хотят, чтобы оно попало в руки кому-то еще, кроме них. Или у них есть эфирные ядра, и теперь они пытаются держать это в тайне? Ммм. Ну да, вот он говорит это же. Кстати, напишите в комментариях, пожалуйста, что вам больше интересно. Повседневные моменты с Зейном, там, с другими персонажами. Правда, я их очень мало записал. Или сюжет. Сюжет в любом случае нужен. Или то и то, напишите. Тоже вот интересно. Просто, мне кажется, я читал просто некоторые комментарии от людей, и люди писали, что, типа, мне вообще пофиг на сюжет. Типа, мне интересно было их вот эти вот моменты, когда там постельный или там... Ну, вы поняли, короче, вот такие вот. Это как у меня раньше, когда смотрели ЯО или какие-то видосы такие, только ЯО иные моменты с Трели. Были категории людей, которые смотрели только вот эту порнуху. А потом, как я перестал их записывать, потому что, ну, Ютуб ругается на это очень сильно. То эти люди от... 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 просто, как сказать... Отпали, и... Ну, все, типа, просмотров стало меньше и там подобное. Но, что самое смешное, я всегда говорю, что мне нравится сюжет. Мне пофиг на эти порнушные моменты, потому что, ну, это бред. Порнушные моменты можно в любой игре сделать. Это херня. А вот сюжет, это самое главное. Если сюжет будет говном, то нафиг мне вообще игра. Ну, а многим людям просто чисто на парней посмотреть и все. Так. Так, где это я запутался? Так. Возможно, они не хотят, чтобы оно попало в руки кому-то, кроме них. Или у них уже есть эфирные ядра. Ага, мы это прочитали. Я на мгновение замешкалась, затем взяла документы из рук Зейна. Что такое? Ты сказал, что у них инуса могут быть эфирные ядра, так? Я быстро перелистал документы, и в моей голове появилась идея. Я просто предположил. Нет, возможно, ты прав. Нашла. Энергия в состоянии покоя. 30, 21. F. Это минимальное значение энергии моего сердца, соответствующей основному состоянию эфирного ядра. Кира, ты, я не знаю, она, что с ней происходит? Ходит и мяу, 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 мяу. Меня осенило на своих частях. И когда я записываю видео, она начинает орать. Как только тишина полная, она вообще и слова не скажет. Слово именно. Меня осенило на своих частях охотника. Я просмотрел данные о том протоядре, который я нашла в запретной зоне. Это то протоядро, которое мы нашли в самом начале, да? Так, подожди. 30, 21, да? 30, 19, 9, F. Что это? Энергия этого протоядра в его основном состоянии очень близка к энергии эфирного ядра в моем сердце. В то время как энергия обычных протоядер созаводит около 2,500 F. Ну, ивола этого, да, походу? Ммм, то есть больше у нас. Это не может быть совпадением. Это протоядро было модифицировано анихинусом. Как говорил доктор Ной, эфирные ядра уже могли быть в руках анихинуса. Да. Радостный лай возвратил меня к реальности. Пирожок покрутился вокруг меня и с любопытством поскрип лапками... Ээээ... Сейчас, лэээ... Как он называется? Багаж, который стоял у моих ног. Потребовалось много усилий, чтобы добраться сюда. Почему бы не остаться еще на несколько дней? Кстати, да, тут было бы классно остаться. Тут было бы классно, если бы, вот, знаете, соединили вот эти вот моменты... Ээээ... Как бы это сказать? Эээ... Вот эти свиданки с вот этим моментом сюжетным. Это было бы мега офигенно. Но знаете, почему это не сделают? Потому что это не новелла. Это просто игра, ну, другого плана. А вот в новелле было бы все классно. Но чтобы дойти до такого момента, мы бы должны были там прочитать часов 20-30. Спасибо, но я хочу вернуться домой, кое-что перепроверить. Когда у меня будет время, я навещу вас снова, и я буду гостить у вас до тех пор, пока вы не начнете меня умолять уйти отсюда, ару, уехать. Замечательно, буду ждать. Я позвонил другу, он отвезет тебя на вокзал, обратно. Пирожок? Это он мне, говорит? Или собаке? Зен вышел из дома, неся свои вещи и подозвал пирожка к себе. Все готово? Угу, здесь холодно. Пожалуйста, возвращайтесь внутрь, пирожок проведет меня. Так ты застегнись, господи, ходишь нараспашку. Конечно, холодно. Зейн в полголоса обменялся парой слов с доктором Ноем, а затем подошел ко мне. Ну, короче, он тут останется, я так понимаю. Береги себя. Мы, короче, получается, с другим сейчас будем открывать сюжет, а он будет тут пока что, сто процентов. Что? Ой, подожди. Ты вправду не поедешь со мной? Что? Ты думал, я пошутил, когда говорил, что я здесь по делу? Типа, ааа, он на самом деле по делу тут. А она думала, что он ради нее поехал, Ару. Ну, с дедом еще по 50 грамм не выпили, конечно. Ну, не то чтобы. Я перевела взгляд на заснеженную гору вдалеке, узнав о том, что Зейн отправится туда, я вспомнила, что он рассказывал мне прошлой ночью, и мне было тревожно. Позаботься о себе... Ой, нет, подожди. А, ну да, 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 все правильно. Так, что ж он тут будет делать, интересно? Позаботься о себе и о пирожке. Я буду. Хорошо. Пирожок дважды полаял у входа в дом. Зейн кинул доктору Ною и развернулся и ушел. Вот и все. Сейчас какой-то другой будет персонаж. Как же уже хочется Рафаэля этого, блин, или как его там зовут? Рафаила, Рафаэля. Увидеть его вообще по сюжету нету даже. Пирожок... Так, подожди, на рассвете все... Сейчас. Все вокруг еще находилось во с... Как во сне, вот, блин, извиняюсь. Его силуэт исчезал постепенно по мере того, как он уходил дальше к горе. В бескрайнем белом свете он выделялся, как единственный мазок черной кисти на чистом холсте, добавляя нотку глубины и красоты чистому пейзажу. Я моргнула и заметила, что мое зрение слегка затуманилось. Я протерла глаза и увидела кружечные снежинки. Да вообще уже начинает... А, а, это кружечные снежинки попадают ей в глаза. Я думал, она уже, знаешь, прослезилась, типа он ушел. Реально, как будто, знаешь, и снова пошел снег. Знаешь, такое ощущение, как будто бы... Как будто бы это... А, сейчас. Как будто бы он ушел навсегда. Господи, что же делать? Помогите. Да, нормально. Увидим еще. Сейчас, наверное... Вот, и опять челлендж. Вот этот челлендж я записывать даже на видео не хочу. Хотя, подожди, тут вроде сюжет или что? Опять борьба там с кем-то и там подобное. Что-то у меня игра, кстати, виснет. Я не знаю, очень сильно виснет. У меня так не висло до этого. Так, а тут автоматом? Или... Подожди. Да, мне надо, видишь, повысить написано. Повысить до 30 уровня. Вот этого типа повысить снизу. Вот эту карту. Блин, ладно, сейчас я это сделаю, но верно... Если будет сюжет, я запишу. Так, ну а мы продолжаем уже тут. И это уже новая история, получается. Там мы подрались. И легендарный Люмьер. Сейчас будем смотреть, что да как. По кусу... Вообще, по маленькому кусочку, получается, мы находим сюжет. Это прям очень по-маленькому. На следующий день после возвращения в Линкон-Сити я подал заявку на доступ ко всем имеющимся в ассоциации базам данных. Так, однако слово Анихинус было... К сожалению, соответствующих записей не найдено. Пожалуйста, используйте другую базу данных и повторите попытку. Как? Я думал, не было секретом, поскольку капитан Джена уже упоминала о них. Есть ли скрытые результаты поиска? Я попробую слово снова и снова набирать зона номер 109. Найдена 51 соответствующая запись данных. Так, зона Н109, некогда центр технологического развития, была разрушена во время катастрофы 14 лет назад. Она превратилась в пустошь. Протоколе охватило запретную зону, изолировав ее от внешнего мира. Протополе, точнее. Странники и туман служат естественным барьером, делая эту зону свободной от юрисдикции, правительства и ассоциации. Так. Со временем бесчисленные множество неудачников и изгнанников рисковали своими жизнями, чтобы попасть в зону номер 109. Различные группировки теперь существуют на территории, где насилие и преступность являются нормой. Зона номер 109 – это место беззакония, где не существует морали. На экране продолжает появляться текст. По мере того, как я быстро просматриваю его, мое разочарование только растет. Все это расплывчатая информация. Я не найду никаких зацепок по зоне номер 109 от ассоциации. Надо, типа, короче, искать в другом месте. А ассоциация, скорее всего, скрыла, да, каким-то образом эту всю информацию, я так понимаю. Ну, мне так кажется. Я вздыхаю и заканчиваю поиски. Внезавна передо мной появляется лицо Тары. Приветик. Ну, как прошло? Все в Сноукрасте? Тебе было весело? Тара? Я хочу сувенир, который привезла с собой. Полярное сияние было потрясающим, горы были прекрасны, и там было это. Ты действительно вспомнила? Она сразу еще принимает сувенир, а затем наклоняется. Я заметила, что ты изучала зону номер 109, уже получила новую миссию. Это место не трогают даже охотники, ветераны. Не стоит ли, как я не Дженни, хорошенько подготовиться, прежде чем отправиться туда? Чем меньше людей будет связано с Санихинусом и округом номер 109, тем лучше. На мгновение я колеблюсь, а потом начинаю ходить вокруг да около. Мне было просто любопытно, даже если... Если бы Капитан Джена лично дала мне эту миссию, я бы ее не приняла, ха-ха. Понятно. Типа отмазывается. Но я слышал, что люди в зоне номер 109 слишком заняты уборкой за собой. В ближнее время они не будут создавать проблем. Уборкой за собой? Может быть, разгребая всю эту, как бы сказать, ну, хероборинку, которая там произошла? Что ты имеешь в виду? Около месяца назад, вскоре после окончания нашей последней миссии, в зоне номер 109 произошло настоящее зрелище. На черном рынке заключались многочисленные сделки, и целая куча протоядер была вычищена без следа. Скуплена, да, походу? И ты знаешь, как работает черный рынок? Усовершенствованное оружие, эксперименты над людьми, медицинские исследования, они полагаются на протоядра. Это прям как... как он называется? Кто это сделал? Это как в этом киберпанке. Никто не знает, но если верить слухам... Это Люмьер. Вот что за Люмьер, кстати? Вроде бы было Люмьер или нет? Стул проскальзывает в пространство между Тарой и мной. Ну, типа, он, наверное, про... Не стул, а он на стуле, наверное, типа, пролетает, да? Нейра? Как ты... когда ты сюда... как ты здесь оказался? Как... когда ты попал сюда? Да, кроме него... Люмьер? Да, кроме него никто не сможет просто так войти... Войти в зону номер 109 и выйти. Да, войти и выйти. Он приподнимает очки, в его глазах вспыхивает азарт. Разве ты не знаешь, кто он? Это таинственный охотник, который появляется во время катастрофы. Появился, точнее, 14 лет назад. Блин, это не Ксавьер, случайно? Он был первым, кому удалось успешно убить Странника? Это, скорее всего, Ксавьер. Странник был действительно потрясающим, то есть грозным. И он известен как был... Я знаю Люмьера. И вполне возможно, что мы уже встречались и раньше. Да, это Ксавьер. Хотя мои воспоминания немного размыты, я все еще помню тот ржаво-красный дождь. А, или нет. Я видела лишь тень Странника, но затем лучший света спас меня. Тем не менее, я понятия не имею, кто меня защитил. Мне кажется, это он и был. Но Люмьер не появлялся уже целую вечность. Теперь он просто городская легенда. Попасть в зону номер 109 только ради протеядера? Уверена, что это он. Уверена, 99,9. Я слышал, что после того, как он покинул черный рынок, он был на одном из небоскребов зоны номер 109, уничтожая протеядра, как будто бы запускал фейерверки. Он, кстати, и искал эти протеядра все это время. Только он мог быть настолько смелым, чтобы провоцировать всех в зоне номер 109. Уничтожая протеядра, это почти напоминает мне о... Саверии. Неприятно, что местонахождение Люмьера всегда окутано тайной. Если бы мы нашли его... Разве такие места, как зона номер 109, не были бы под нашим контролем? Найти Люмьера? Безобудная шутка Тары наводит меня на мысль. И мы, типа, будем сами его искать или чё? Интересно. И вот первая глава. Очень короткие. Мне кажется... Так, опять корона. Вот Люмьер. Кстати, вот истории тут про номер 109, про Люмьер. Это можно будет тоже почитать. Так, встреча поздней ночью. История вторая часть. Потом можно будет почитать за это, чтобы лучше понимать. Я потом сам почитаю, наверное. Если что, могу и на стр... Фу, на записи, на стриме. Так. Щаас. Мы гуглим. Ммм, так. Охотник, который когда-то воровал, продавал протеядра, был найден мёртвым у себя дома. Предсмертное послание указывает на Люмьера. Так, а подожди, а я могу нажать, чтобы читать или как? А, это я могу проклацать, да? Его местонахождение неизвестно. В этом есть смысл. Трудно найти кого-то после того, как он исчез на несколько лет. Вот он сидит. Ксофьер? Он уже спит. Спишь? Блин, я там нажал, но там можно было почитать ещё. О, нет. А ну, подожди, давайте у меня есть тут где прочитать. Да, ёперный болит, я не могу прочитать. Я же даже не нажал ни на что. А, я мог его защитить. О, привет. Эээ, щас. Да блин! Я не успел. Я не успел даже прочитать. Всё, что? Вот, чё, серьёзно? Это так много? Ладно, у меня есть коренные, короче. Короче, Лемьер типа умер, был найден мёртвым. Так, приговорён он к трём годам тюрьмы, словно осуждённый на один год. В начале этого года за кражу-продажу протоядера находится под пристальным вниманием. Полиция обнаружила какие-то GL на клавиатуре компьютера, на котором были испачканы кровью. И X были испачканы кровью. Так. Тут комментарии потом писали. А ну, сейчас я прочитаю. Когда в 2034 году земля оказалась во власти странникова, Лемьер пришёл на помощь человечеству, уничтожил большинство из них, избавив город Линкона от страдания. Он бесследно исчез, когда война закончилась, его личность до сих пор неизвестна. Сейчас. Короче, тут куча всяких моментов. Ну, мы не знаем, кто это. Предположительно, почему-то пишут ему от 20 до 40 лет. Ну да, Ивол Свет. Но Свет Ивол у этого, у Ксавьера. Так, понятно. Класс. Следующая остановка. Следующая остановка. Лицо Ксавьера. Ой, что? Тут вообще, походу, главы вообще за 5 секунд проходятся, или что, я не пойму. Я всё думаю о том, как мы не виделись больше месяца к Савьерам. Много произошло за это время? Да. Там что-то снаружи? Нет. Никогда бы не подумал, что столкнусь с тобой в метро. Я тоже. Теперь переживаю, что может произойти дальше. Пожалуйста, не говори, что у нас могут быть какие-то проблемы. Ты же не скажешь, да? Что опять с кем-то драться придётся. Извини, но у нас сейчас проблемы. Я голоден, все магазины уже закрыты. Пиздец. Да. Может, это потому, что страники в последнее время стали активны? Может, это потому, что... Ой, кстати, почему ты едешь домой только сейчас? Ну, типа, неважно. Я думала о многом отвлекалась, пропустила кучу поездов. В следующий раз не задумывайся в таких опасных местах. Не витай в облаках, да. Что? Этот же поезд не съест меня заживо? Съест? Разве ты не слышал о городской легенде? После полуночи появляется пустой поезд. Любой, кому не повезёт прокатиться на нём, будет утягнут в бездну. Ааа! И потом резко такой. Я бы так сзел. Полутья наступит через тридцать секунд. Если мы не сойдём с него, то окажемся в заточении в бездне. А, не пугай меня, или очередная история о призраках? Мне нравится рассказывать страшилки. Я постоянно езжу на этом поезде и никогда не сталкивалась с чем-то необычным. Если что-нибудь произойдет, надеюсь, у тебя хватит смелости, ару Кстати говоря, почему у тебя такое чувство, что... Почему у меня такое чувство, что в этом поезде дольше нужного? Может, должны были добраться до следующей станции? Ну все, пиздец Станция Уэстгарден Выход справа, пожалуйста, выходите, соблюдая порядок Это не может быть Я же села на этой станции Ну все, странники напали, да? Что-то не так, Савьер Надо убираться отсюда Не надо Если ты сойдешь с поиска, то безвозвратно застрянешь Это ведь не из-за призраков, не так ли? О, пошел сюжет хоть Нет, это не из-за призраков, это странники Берегись Берегись и не обосрись Ну как всегда, странники нападают везде, где только можно Так И нет, смотрите У нас прям сюжет, наконец-то без боев Эти бои мне вообще не нравятся Если честно, тут бои такие Ну, вроде прикольные, но хочу сюжет Мне прям интересен сюжет Если я хочу подраться, я и так пойду куда-то, да? Нет, это не призрак, это странник Подвисает почему-то? Берегись Почему-то на удивление подвисает, хотя вообще не должно виснуть Надо поменьше графику поставить Ля Потом, Ксавьер Странник прячется в стекле Не с этой стороны О нет Ты в порядке? Да Но он хоть в одежде покруче Мне не больно, это все мое воображение Там за Уэст Гарден выход снова Пожалуйста, выходите, соблюдая порядок Снова этот Уэст Гарден Этот поезд застрял в петле Осколок стекла? Поезд застрял в ловушке внутри невидимого зеркала Этот странник может перемещаться между стеклами и зеркалами Найди его, или мы останемся здесь навсегда в этой петле Прикольно сделано Но здесь так много окон С чего начать? Мы просто Не позволим ему спрятаться Ля Блин, я не понимаю, почему у меня тут подвисает Я играл в эту игру уже много раз И она вообще не висла Почему сейчас такая фигня? Ну и сейчас будет, походу, опять драчка И чисто сюжетная именно Поехали Так, ну я, наверное, тут немножко даже оставлю бой Потому что покажу вам, какая падла на нас напала В принципе, не знаю, важно это, не важно У меня почему-то, кстати, Ксавьер постоянно выбирается под удары Кстати, вот так вот если делать То если нормально задоджить атаку То полностью у Ксавьера, ну, собирается удары И он может, короче, сразу драться Ну, использовать свою силу, короче Лайт Ну, какая-то чисто кракозябла Вот я только что доджинул Хорошо, удачно И вот опять надо доджить Ну, надо прям ровно доджить Не как я нажимаю Кстати, кнопку тоже можно зажимать Вот так, например, вот я зажимаю Сейчас Ну, правда, он меня спас сейчас Вот удар 4200 Неплохо А самое главное, нужно в любом случае Надоджить, но я не успеваю смотреть А ну-ка Ульта Ну, короче, в таком смысле мы его и победим Так, вот мы его победили, получается И идем дальше Засыпая вновь Вот Если честно, я думаю, что пару Таких Видосов И у нас будет Сайлус Тут, в принципе, сюжета не так-то много Так связано ли это взаимосвязь потоков с появлением Тексатлипоки Это вот, вот этот Ой, все окна разбито Вообще, ты хотела, чтобы мы тщательно все осмотрели Я не ожидал, что ты будешь Что я могу сказать? Я выдохся Ну, согласен, это был бы неплохой план Вот я не пойму, что Все нормально, я тоже чувствую ответственность Мы будем вместе отвечать за содеянное А, типа, я не ожидал, что мы весь Расхерачим поезд, да? Савьер? Ру Нажать, тронуть его, да? Не уснул Ну, что, может уснуть, прям стоя на ногах? Да Понятно И вот, быстрые главы Моментальные буквально Что это такое? Вот, букв... Миллиард глав, но они моментальные Так, ну что, поехали Полночь Так, район Блушмар, магазин Гармония Сражаться, когда ты изныренный голоден Ты самый преданный охотник из всех, что я видела Это было по пути домой Я не ожидал, что это будет настолько утомительно Все произошло, типа, по пути домой Он был убит Люмьером 14 лет назад И больше ни разу не появлялся с тех пор Люмьер Его имя постоянно всплывает Люмьер? Верно В базе, да, она говорится, что Тискатлипока Баляхамуха Как же его зовут? Был проблемным странником Который появился 14 лет назад Люмьер был тем, кто убил его Тискатлипока Что ты слышишь, особенно, когда дело касается его Да я просто шучу Ты не можешь им быть Ты не выглядишь Как тот, кому есть 40 лет Понимаю, ты хочешь встретиться с ним Я бы скорее назвала это Желанием испытать свою удачу Если честно 40 лет У них В этом В этом моменте 40-летним можно спокойно быть Выглядеть вот так вот Это же Корея Так, единственный, кто вышел из зоны Н109 Непойманным Уничтожены три важные группировки в зоне Н109 за одну ночь Ты этому веришь? Мне просто любопытно Если он может вальсировать в таком опасном месте, как зона Н109 И покидать ее без единой царапины Должно быть, он много знает Даже если он много знает Возможно, он не помнит всего Если у него плохая память Пиздец, что? Но что наиболее важно Ты заинтересована в нем или в зоне номер 109? Я... Ты забыл, что сказал капитан Дженна? Если мы хотим расследовать модифицированные протеядра То мы нуждаемся в изучении Анихимуса И зоны номер... Ну, Н109 Эта миссия не требует твоего присутствия там Я не планировала Я думала, что просто взгляну Правда? Мне хорошо известно, что ты не можешь посетить эту территорию Просто потому, что тебе этого хочется Это место опасно Одна ошибка, и ты можешь потерять свою жизнь Но если ты и правда хочешь пойти Тогда тем более, ты должен иметь силу для этого Или смешаться с толпой? Не хочешь объяснить? Это словно плавящийся участок Все знают, кому принадлежит человеческая преданность Поэтому они признают только своих союзников Ну, короче, опасное место Если ты не можешь использовать грубую силу Слиться в толпе, более легкий путь Но это еще та задачка Как ты об этом узнал? Эта информация не является сверху секретной Нужно только немного копнуть... Немножко копнуть Тем не менее, мне никто об этом не рассказывал раньше Но сегодня хватит об этом Это мой дом Ты тоже иди домой Чем раньше, тем лучше Серьезно, мы... На самом деле, я здесь живу В этом здании В смысле, типа, а он тоже живет, что ли, тут? Или что, что-то бред? Я думал, обычно, знаете, девушек проводят домой А тут мы к Савьера проводим домой Знаешь, как девочку свою... Подождите, я не пойму, они что там реально живут? Короче, опасное какое-то здание Так, твоя дистанция Опасное какое-то место Но 100% там Сайлус будет И у меня тут 2-3 главы осталось Ну, по полноценных И, скорее всего, мы на Сайлуса скоро уже выйдем Никогда бы не подумала, что Ксавье живет этажом выше меня Ару В этом нет ничего удивительного Здесь живет много охотников Но тот факт, что нас разделяет всего лишь этаж Слишком удачное стечение обстоятельств Вот почему он про нас все знает Ну, считай, я приехал сюда полгода назад Так что это делает тебя более подозрительной по сравнению со мной Ару Мы, сталкер Хорошо, но ты ужасно много знаешь о зоне 109 Ты уверен, что ты не самый подозрительный здесь? Ну, а как насчет тебя? Твой интерес к зоне 109 связан только с видоизмененным протеядром? Я... Ну ладно, да, я действительно хочу пойти Мне нужно там кое-что сделать Вы можете дать мне немножко больше информации? Если это не слишком сложно, конечно Кхм-кхм Она вот так вот... Такой перевод дурацкий вот сейчас Это да, или... Вот тоже Я хочу пойти туда Ты можешь мне там, типа, помочь? Куда? Домой пойти? Или туда, в зону ту? Вот такой перевод, хрен поймешь Так, это... Так, если тебе так любопытно Мы можем встретиться завтра Ну, типа, имеется в виду о зоне этой Правда? А зоне... Это 109 Без проблем, но мне нужно хорошенько выспаться Я думал, ты уже полностью проснулся Отлично Заранее спасибо, спокойной ночи Увидимся завтра Прикол в том, что Ксавьер почему-то постоянно сонный Он постоянно хочет спать Может это потом объяснится? Или может это уже есть в объяснениях? Какие длинные главы? Господи, я аж прям устал читать Прям пипец Этот... Возможно потом объяснится И там подобное Хороший сосед К Ксавьеру там было написано сверху ору Первый визит Это первый визит к нему домой? Или... Как? Снаружи над квартирой пролетает стая птиц Словно облака чернел Разлитые по небу Так, это уже утро, походу, да? Куда нажимать? Сейчас 11 утра Ксавьер уже должен проснуться, верно? Беспокоюсь, что он все еще спит Я сучусь еще час Затем, нервничая, я медленно поднимаюсь наверх Тут хотя бы сюжет идет, хотя бы интересный А то в начале такой скучный сюжет был Просто жесть Даже стоя у 600... Подожди, 600... Да, второго номера Я все еще не могу поверить, что Ксавьер живет на этажом выше Это же буквально рукой подать Так, стучим Опять сонный Ты рано Как 40-летний вот этот деды Так Вот так надо голосовать Ксавьер зевает, выглядя почти безобидно в своем простом белом свитере Так, куда нажимать? Апельсиновый сок, кофе или водку Ой, воду, точнее Да вот, водки, бахни А? Ты хочешь пить? Он берет из шкафчика две одинаковых кружки и направляется на кухню Кажется, он только что проснулся Его волосы растрепаны, пряди торчат на затылке Со рта воняет помойка Да, но это же не та игра Тут пахнет ромашками Когда он пукает, пахнет какашками Ой, ну, приятными такими Вода впадет Водичка, водочка Положить лед Да я бы, плесни мне водички и все Водички с твоего этого, знаете, как вот это С бассейна, когда девочки моются, короче Продают воду, вот это, Ксавьер Вы бы купили, кстати? Да купили бы, господи, что я вас спрошу По-любому купили И я бы купил бы Так Не нужно Ксавьер, я здесь, потому что У меня, думаю, небольшой беспорядок Но ты можешь сесть где угодно Да мне бы такой беспорядок Хочешь позавтракать? Глазунья, тосты Ой, у меня закучились яйца Ха-ха Сосиски подойдут Не, ну ты вообще Ты что спрашиваешь у девушки У приличной Сосиска Конечно сосиска подойдет Нафиг мне твои яйца Давай сосиску сразу Ну, может яйца закончились Странно Ну, а я одолжил у Ивзеина, может не знаю У Сайлуса Так Спасибо, но я не голодна К тому же Я уже другую сосиску брала К тому же Мне уже другой предлагал Я уже почти полдень Я опустилась на край дивана Желая приступить к делу Я провела всю ночь Думая, что Что? Так Ты и Люмьер Определенно связаны С тех пор, как мы встретились Ты постоянно что-то искал Ты просто уничтожаешь Протоядра Как будто бы ничто В то время, как охотники знают Насколько они важны Ты можешь убить странника С которым ты Не справится даже Группа охотников Ну да, кстати Не говоря уже о том Что сплетни, которые Ты слышал о зоне 109 Гораздо подробнее, чем Информация о базе данных Ассоциации Короче, в ассоциации Меньше информации, чем В твоей голове Типа откуда? На заброшенной Исследовательской базе В запретной зоне Номер 7 Ксавье молча Смотрит на меня Затем снова улыбается Я немножко, кстати Пропустил еще Вот На заброшенной Исследовательской базе В запретной номер Зоне 7 Возможно, твоя цель Вот совпадает Как с моей И так и с целью Анихинуса Так Ты здесь Чтобы подтвердить Мую связь с Люмьером Для информации А зоне номер 109 Так, опять нажимаем Неважно Я просто собираю информацию Обходным путем Я буду очень признателен Если ты поделишься со мной Некоторыми идеями Ксавье опускает взгляд И, кажется Погружается в раздумья Глядя на свои тапочки Затем он нарушает Молчание вопросом Протоядро Которое мы нашли В запретной зоне Имело красную протолинию Знаешь почему? Так, подожди В запретной Протолинию Не по Это в самом начале, да? Вроде Кажется, что воздух На мгновение застыл Я чувствую, что Уловило Невысказанный Смысл его слов Хм Он раскроет Он раскроет свои карты Только тогда, когда Убдится, что я с ним На одной волне Я делаю глубокий вдох И говорю Это эфирное ядро? Верно Ааа Вот в чем прикол Понятно Быстро мы Просто переклацываем Перелетаем Прям я можно так сказать С главы на главу Хм Так, идем дальше Высший уровень доступа Следующая глава Главы летят Просто жесть Скоро так быстро пройдем, что нечего будет проходить дальше При слове эфирное ядро Глаза к Савье расширяются И в них появляется намек на непонятную мне эмоцию Однако вскоре его лицо становится нейтральным Так вот Да Типа Видео измененные протеядра На запрошенной исследовательской базе Запретные на сезоне номер 7 Угладают энергией Полученные из эфирного ядра А как мы помним Эфирные ядра, если я не ошибаюсь Это модифицированные ядра, да? Как ассоциация охотников Может не знать о них? Да она, может, скрывает Он на мгновение задумывается Прежде чем покачать головой Пока они не знают, да? Ассоциация охотников Известно лишь то, что в нем содержится мощная энергия Но у них нет средств для ее анализа В ближайшее время они не добьются никакого прогресса в этом направлении Почему ты не рассказал им? Ты ведь им тоже ничего не говорила, верно? Он сохраняет спокойствие, избегая ответа на мой вопрос У каждого есть свои секреты И причины поступают так или иначе Несмотря ни на что, я не стану твоим врагом И похоже у тебя больше секретов, чем у меня Хм Нервничай, я отвожу свой взгляд Причина, по которой ты хочешь исследовать зону номер 109 Это твоя семья Или я ошибаюсь? Ты тоже так об этом слышал? Я делаю глубокий вдох и смотрю ему в глаза Тайное окружающее эфирное ядро Могут объяснить, что случилось И со мной, и с ними Типа, почему их подорвали, да? Но раз мы оба хотим разобраться в этом Даже если сейчас ты мне не враг То можешь стать им позже Общальный экзавиен охмурил брови В своем сердце я прошу у него прощения Внезапно он хватает меня за руку И на экране появляется пользовательский интерфейс Часов охотника Часов охотника Вот, кстати, я запросил синхронизацию прав доступа Принять? Эм? Причем я успеваю среагировать к Савье Принимать запрос на моих часах Синхронизация прав доступа Пожалуйста, подождите Синхронизация завершена Ваши текущие права доступа Находятся на самом высоком уровне Вы можете использовать лучшие тренировочные площадки Пользоваться базой данных Ранга С И запрашивать оружие в арсенале Ну, вы поняли То есть, это он мне дал, типа, такую Эээ Возможность, типа Чтобы у меня был доступ, да? Я потрясена, а Ксавьер С невозбудимым видом улыбается мне Теперь ты доверяешь мне? Типа Подарочек такой нам сделали, да? Сделал Так вот Ты мне просто так дал право доступа Тебе следовало подумать еще об этом? Ну, типа, еще раз? Их срок действия стекает через 24 часа У тебя осталось 23 часа и 59 минут Я Быстро встаю и собираюсь уходить Делая несколько шагов, прежде чем обернуться Спасибо Это что, типа, он дал нам право Теперь мы информацию можем взять и оружие Чтобы, типа, на зону тут пойти, или что? Не за что Ничто в этом мире не поддается полному объяснению Но я надеюсь, что ты докопаешься до истины Прислонившись к нежной полке Он машет рукой Как только я подхожу к двери Моё внимание привлекает странный запах И я снова оборачиваюсь Ты что-то забыла? Софи, чем это пахнет? Сосиской! Ой! А? Ору! Реально! Что-то горит Ты, наверное, оставил духовку включенной Ару! Вот тебе и это-то Упс! Ага! Всё! Пожарил сосиски В духовке ещё, знаешь Так, следом идёт У нас сейчас опять бои Эти тупорылые Так что Эти бои, если честно, мне вообще не нравятся Но мы их пропускаем И таким образом Мы быстрее Мы быстрее намного дойдём До сюжета опять Так Тридцать пятый уровень Нужен, но попробуем Давайте так Без раскачки Я думаю Получится Да уж, друзья Поиграли мы называется Ни хрена мы не поиграли Короче, потому что Вот смотрите История У меня Я еле прошёл вот эту хрень Еле-еле Этот челлендж Посмотрите У меня просто-напросто Вот такой вот Уровень У персонажа Я знаю, что тут можно Вот поменять оружие Там пятое-десятое Но У меня даже не тридцать седьмой Который требуется Я еле прошёл Я думал Сейчас запишу дальше сюжет для вас Next Ага, хрена лысого Сорок шестой уровень У меня сорок четвёртый То есть вот Посмотрите Слева сверху Это просто пиздец Поэтому на этом мы останавливаемся Я буду дальше качаться Извиняюсь, конечно Что серии выходили так долго Я просто думал Что я сяду за один день И запишу В итоге вот Всё, что я смог записать И дальше Мне просто-напросто Надо качать левел А чтобы качать левел Как я узнал Нужно выполнять задания Вот тут вот заходить Они будут даваться Вот я сегодня уже Видите Ну как много Не знаю Много это и немного прокачал Это просто пиздец Я вам скажу Тут я сейчас буду тоже крутить У нас Кстати уже Пятизвёздочные Вот 19 круток осталось Короче Я хочу так сказать Спасибо огромное Тем, кто донатит Спасибо большое Что поддерживаете Для вас я постарался Ну Побыть Я такую Извиняюсь Что-то типа Долго так записывал Смотрю А там уже Две недели практически прошло Что я не выложил серию Хотя Одну серию в неделю Я хотел выкладывать Но теперь Мне придётся садиться Прям жёстко прокачиваться И причём прокачиваться Даже больше чем нужно И проходить дальше Ну для вас Не переживайте Я потом две серии Может быть сразу Запилю на следующей неделе Или одну слишком длинную Короче полный ужас Полная хрень Вот так вот Меня игра поимела И надо будет сейчас Вот в батл заходить Протеядры эти раскачивать Вот скорее всего Вот тут что-то новое Появилось Короче тут очень много Всего нового Но ждите Всё будет дальше Серии интересные С вами был Блод Линес Подписывайтесь Или в телеграм Или в контакт Я там оповещение Буду кидать И тому подобное Всем до скорых встреч И пока-пока Вроде серия нормальная вышла Минут сорок Будет